Всем привет! Меня зовут Алла и в этом видео будет подробный мастер-класс по пошиву вот такого очень интересного полотна, которое сшито из остатков и обрезков от трикотажа, а именно кулирки. Вот такая изнанка, очень все чисто и аккуратно. Все покажу подробно и доступно. Долго тянуть не буду, приступаем! Вот так выглядят мои обрезки, чтобы вы понимали, что тут не какие-то огромные куски, которые я специально режу, нет. Это вот такие небольшие выпады, которые у меня остались от пошива нижнего мужского белья. И именно из них я сейчас буду собирать полотно. Также нам понадобится основа. Я буду в качестве основы использовать спанбонд. Заранее я нарезала вот такие полоски. У меня ширина полосы 5 сантиметров, но ширина полосы может быть абсолютно разная. Все зависит от того, какие же у вас остатки и кусочки. Смотрите, у меня основа черная, но это тоже не важно, потому что мой трикотаж не просвещается. Вот видно, да? Если бы он у меня просвещался, ну я бы, наверное, взяла какую-нибудь белую ткань. Главное, чтобы ваша основа, на которую вы будете нашивать, была стабильной, то есть не тянулась во все стороны или хотя бы даже в какую-то одну сторону. Для того, чтобы собрать красивое ровное полотно, нужна стабильная основа. По ширине полоски основы могут быть также абсолютно разной длины, потому что я в этом видео покажу, как их потом собрать в большое полотно. У меня примерно по 30 сантиметров длины. Итак, я уже возле машинки и вы видите, что я взяла первый лоскуток. Я накладываю его лицом к себе и вот так по краю делаю просто обычную прямую строчку. Просто его нужно закрепить. В начале и в конце я делаю закрепки. Далее беру следующий лоскуток и уже накладываю лицом к лицу. Вот таким образом. Можно накладывать срез к срезу, но я немножко вот так наискось укладываю и делаю строчку. Затем лишнее я срезаю. Мне такой эффект больше нравится. А также вот эти кусочки, которые я срезаю, их уже, конечно же, никуда не пришьешь. Но я их использую также в другой технике и также из них шью полотно. Вот эти кусочки я откладываю отдельно и также буду показывать, куда же я их буду использовать в следующих видео. Далее отгибаю. Вот так получается. Беру следующий лоскуток и также накладываю лицом к лицу. И также делаю я это с наклоном. Вот вы видите, сначала у меня было в эту сторону, теперь немножко в эту. Повторюсь, это не обязательно. Это просто мне так больше нравится. Можно пришивать и срез к срезу. Далее процесс я поставила на ускоренную съемку, потому что процесс повторяется. Единственное, что... Вот смотрите, я несколько лоскутов когда пришила, далее беру вот так наизнанку и по бокам срезаю. Ну, чтобы было проще. Если вам это не мешает, то в принципе можно сначала прошить всю полосу и затем просто срезать лишнее. Ну, я вот так делаю все постепенно. Также хочу сказать, что подобное полотно можно собрать не только из одинаковой ткани. Я имею ввиду по плотности. Можно использовать разную и по цвету, и по плотности ткань. Главное, чтобы они все, то есть лоскуты, были нашиты на одинаковую стабильную основу. И тогда у вас полотно получится красивым, ровным и очень даже достойным. Когда я нашила все свои полоски на основу, вот так это у меня выглядит. Теперь мне нужно собрать это все в единое полотно. Собирать я буду с помощью вот такого отреза. Я его нашла, он мне идеально подходит по цвету. Это обычный хлопок, не самый плотный, ну, такой достаточно рыхлый. Собирать главное с помощью нетрикотажной ткани. Вот хлопок просто идеальный. Я нарезала полоски. Ширина каждой у меня 2,5 см. Количество полос, конечно же, зависит от того, какое же вы полотно собираете. Вот, вы видите, 2,5 см. И первый вариант я покажу самый простой и легкий. Это когда вам нужно, например, собрать определенное полотно. И вы изначально брали основу по его размеру. Вот так прикладываю лицом к лицу и делаю строчку. Решила. Вот так выглядит. Далее отгибаю и обязательно отутюживаю. Далее беру следующую полоску. Вот так переворачиваю лицом к лицу. Вот так это выглядит с обратной стороны. И также делаю строчку вот тут, прошиваю. Готово. На этом этапе я также иду к утюгу и утюжу. Можно это сделать потом, когда вы уже все собрали. Ну, вот так выглядит изнанка. Все красиво, все чисто. И вот такое лицо. Точно так же поступаю со следующими полосками. Беру, пришиваю, отутюживаю и снова пришиваю. Тут нет никаких сложностей. Все действия повторяются. И в конце получается вот такое полотно. Как я уже говорила, вот так оно выглядит с изнанки. Как я уже говорила, этот способ подходит тогда, когда у вас ширина полоски соответствует ширине готового полотна. Ну, а также я еще покажу, что же делать, когда у вас полоска меньше, а полотно нужно больше. Вот я беру полоску, беру всю ту же ленту шириной 2,5 сантиметра. Но сначала я соединяю, если те мы соединяли по горизонтали, то тут мы соединяем по вертикали. Пришили. Ну, вот я пришила длинную, просто срезаю. Вот так. Точно так же отгибаю. Желательно заутюжить. Прикладываю лицом к лицу и так же пришиваю. Вот, смотрите, вы собрали полоски и далее их можно собирать между собой. Но я не хочу, чтобы у меня полоски, которыми я делала стыки, совпадали. Я буду укладывать их кирпичиками. Что я для этого делаю? Смотрите, одну из полос, вот эту, например, я вот так совмещаю, чтобы найти центр. И вот тут разрезаю. То есть половинка. И пришиваю ее дальше. И таким образом, смотрите, вот я совместила, тут у меня, тут соединение. И вот такими кирпичиками оно получается. Одна полоска с двумя соединениями, следующая полоска с одним соединением. И все в зависимости от того, какого размера полотно вам в итоге нужно получить. Также в таком случае, когда я уже сшиваю, я сшила все по вертикали, теперь мне нужно собрать их все по горизонтали. И у меня нет цельной длинной полосы. Что я делаю? Я беру те полоски, которые у меня есть, они все так же 2,5 см. И вижу, что мне не хватает. Вот так совмещаю лицом к лицу и прошиваю. Вот что у меня получается. Срез лишний, точнее, срезаю, оставляю припуск. И вот такое соединение по косой у меня получилось. Выглядит это более аккуратно. Ну и мне так больше нравится. Теперь соединяю и собираю полотно точно так же, как я уже и показывала. И вот такое полотно у меня получилось. С результатом очень довольна. Использовать можно в абсолютно любых изделиях. Начиная от сумок, кошельков, косметичек, коробов и остального до, конечно же, одежды. Будет очень красиво смотреться, если вы шьете, например, худи. И сделать вставки на рукавах, а также на кладной карман. Поверьте, никто даже не догадается, что это так не задумано. Это сейчас модно, стильно и актуально. Ну а что же будет у меня сшито из этого полотна, вы обязательно увидите в следующих видео. Поэтому, если вы еще на меня не подписаны, обязательно подписывайтесь. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новых видео и получать о них уведомления. Также огромнейшее спасибо вам за лайки и за теплые комментарии, которые вы всегда пишете под моими видео. Ну а на сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.